Наружный фильтр Sun Sun, модель HW502 Всем привет! Сегодня мы рассмотрим очередную модель наружного фильтра для небольших аквариумов, который ставится в тумбочку не занимает места в аквариуме фильтр фирмы Sun Sun, производства Китай модель HW502 Вот как он выглядит Сверху есть специальная ручка, чтобы удобно было нести в случае обслуживания ванную комнату С одной стороны подача, снизу подача, сверху выброс воды Данная модель фильтра имеет мощность 5 Вт перекачивает 320 литров в час и имеет объем фильтрующего элемента, объем ведра 3 литра Данный фильтр мы рекомендуем устанавливать на аквариум до 80 литров Но очень часто люди ставят его на объемы и 100 и 120 литров Просто в чем будет загвоздка, вы будете его чаще обслуживать внутри В данной модели шпы идет внутри В комплекте Идут два шланга, всос воды и выброс воды Груша специальная, чтобы ртом не качать воду И комплект насадок Один из таких важных вещей это штуцеры с краниками Для того, чтобы можно было перекрывать воду Потому что, почему говорю, важные вещи Потому что в некоторых моделях наружных фильтров данного производителя Кран был только один Потом комплект насадок на выброс воды И комплект насадок на забор воды Значит, что такое забор воды Это идет такой гусак, на который подключается шланг для всоса воды Снизу идет такой префильтр, который позволяет, чтобы не всасывались мальки в аквариуме К примеру, там крупные частички грязи, которые могут приостановить работу нашего ротора И фильтр может перестать работать То есть префильтр есть Дальше идет удлинитель Если у вас аквариум больше длины и высоты То вы можете сделать, чтобы длиннее был забор Так, это у нас заборная шланга Вторая шланга это у нас выброс воды То есть идет уже такой гусак через аквариум Присоски, как понятно, в комплекте Дальше В стандартном варианте, лично сам Когда устанавливаю такой фильтр клиенту Я не ставлю никакие насадки Просто вода отсюда чистая выливается Но в комплекте есть еще такая насадка с узким соплом Которая позволяет сделать струю более узкой За счет того, что она тоненькая Она бьет сильнее То есть получается сильнее круговорот Вариант такой И третий вариант Дождевальная система То есть если вы дождевалку поставите Вы можете ваш фильтр поставить на очень маленький объем аквариума За счет того, что дождевальная система разбивает струю В аквариуме не будет сильного круговорота Таким самым образом вы можете его установить на небольшой объем Но дождевалка еще что может нам дать возможность Если вы дождевальную систему расположите над водой на полсантиметра За счет того, что вода стекает под давлением Она с собой захватывает пузырьки воздуха Тем самым обогащает аквариум кислородом То есть насадок много Насадки многофункциональные Далее Относительно самого фильтра Снизу идет Всос воды Берем, одеваем Вкручиваем штуцер Сверху идет выброс воды Чистой С помощью шлангов Одеваем шланг на забор Второй шланг на выброс Ну и в штуцере, которые в аквариуме идут Одевается все И гайкой поджимается Разбирать, надевать все не на шланги Мы не будем, потому что это Ничего там такого сверхъестественного нет Дальше Когда у вас система вся запущена То есть не запущена вернее А когда у вас система подключена Шланг Всос воды Выброс воды Вы так же самое можете Для обслуживания аквариума С помощью кранов Которые здесь идут Перекрываем краны То есть Вы можете отсоединить Штуцеры Один, второй Таким самым образом У вас шланги в аквариуме Останутся С водой внутри А саму бочку Вы несете в ванну Для обслуживания Фильтрующих элементов Далее Потом, когда вы бочку промыли Вы экраны Открываете обратно И вода самотеком Заливается в ваш фильтр И после этого Вы можете его включать Дальше Для того, чтобы Когда у фильтра Только сделается первый запуск В комплекте идет такая груша Она вставляется в выходящее отверстие И можно пару отскочнуть И вода самотеком Польется в систему То есть Это для подкачки воды В более профессиональных Более дорогих фильтрах Наружных Всегда идет специальная сверху Кнопка Для старта Но так как это модель Небольшого фильтра И все-таки Довольно-таки Недорогого То Вышли с этой ситуации Таким образом Дальше В аквариуме Примерно это выглядит Вот так С одной стороны У вас идет Заборная Трубка С другой стороны У вас идет Трубка С которой Вода выбрасывается То есть Вот таким вот макаром Далее Давайте посмотрим Что у нас В нашем фильтре Внутри Он легко разбирается С помощью Вот таких вот Защелок Открыли В данном случае У нас На нашем сайте Zoocool Мы продаем фильтры Только в полной Комплектации То есть Комплектация Называется Full Один фильтрующий элемент Тонкая Чистка Еще фильтрующий элемент Еще фильтрующий элемент Еще один фильтрующий элемент И в комплекте Даже еще есть Биошары Не во всех Фильтрах Данного Производителя Внутри Идут Биошары Биошары Нам позволяют Сделать Биологическую Фильтрацию В аквариуме Это Один из плюсов Данной Модели Потому что Во всех остальных Биошарики Я не встречал Ни разу Биошары Промываются При обслуживании Аквариума Крайне редко Потому что На них живут Полезные бактерии А это Многоуровневые Мочалки Много Это Мочалки Разной пористости Мелкая Средняя Крупно Пористая Вы их промываете При каждом Обслуживании Если вам В аквариуме Нужно воспользоваться Активированным углем То вы Сюда Засыпаете Активированный уголь Он свою функцию Выполнил Потом его Удаляете То есть Все собрали Прижали Если что-то Не идет То не нужно Добить Ломать То есть Ровненько Все И погнали Защелочки На место Итого Мы обслужили Фильтр Показали Что внутри После обслуживания Фильтра Внутри Нет воды То когда Мы открываем Краны То вода Самотеком У нас Сама заполнится Часто Люди Задают Вопрос Как же Обслуживается Здесь В этом Фильтре Сам Насос Ротор То Берем Выкручиваем Здесь Снизу Болтик Снимаем Крышку Сняли Крышку Достаем А Даже Еще не Все Здесь Выкручивается Еще Два болта Ну и Идет Вы достаете Сам насос Потому Сложности Абсолютно Никакой Нету Но Обслуживание Ротором Лично Сам Произвожу Крайне Редко Потому что Он работает Да работает Чего туда Лишний раз Лазить Да и все Очень часто Когда люди Любят Каждые Две недели Или три Недели Промывать Ротор В самом Насосе Бывает Так что Теряют От ротора Запчасти Это Резиночка Которая Центрирует Сам стержень Потому Если нужно Обслужили Собрали На место Болтик Закрутили Итого Что мы Имеем Мы имеем Сравнительно Недорогой Многофункциональный Фильтр Который Может Фильтровать Воду Может Фильтровать Воду И подавать И насыщать Аквариум Кислородом Есть Краники Которые Позволяют Перекрыть Воду И В шлангах И сам Фильтр Промыть Фильтр Не занимает Места В аквариуме Имеет Хороший Объем Фильтрующего Элемента Как для Фильтра До 100 Литров Дальше В комплекте Идет Действительно Фул Полностью Все Даже Биошары То Чего Нету У Других Комплектаций За такие Деньги Аналогов Европейского Производства Просто Не существует Работают Они Очень Тихо Возвратов И претензий К качеству Нету 320 Литров Час Перекачки Потому За такие Деньги Идеальный Вариант Фильтра Спасибо За внимание Смотрите Также Другие Наши Видео Обзоры Если Понравится Ставьте Лайки По По Желанию Приобретения Переходите По ссылочке Ниже На наш Сайт Спасибо До свидания